Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. 4 февраля день, провозглашенный Всемирным днём борьбы с раковыми заболеваниями. 4 февраля такая дата отмечается ежегодно. И что любопытно, с года 2016 по 2018 эти годы проводились под девизом «Мы можем, я могу», а уже с года 2019, с прошлого года «Я есть и я буду». Такой девиз. Дело в том, что всё мировое сообщество обеспокоено всё-таки ростом онкологических заболеваний. Единственное, что в последнее время констатируют некое снижение смертности от подобного рода заболеваний. Но и объяснение росту заболеваний онкологических тоже существует разное. Вот сегодня мы поговорим об этом с нашими уважаемыми экспертами. Итак, Карина Александровна Конюхова, главный врач Центра специализированных видов помощи имени Аваева. Оксана Андреевна Комарова, главный врач областного клинического онкодиспансера. И Низова Елена Андреевна, заведующая Центром медицинской профилактики областного кардиоцентра. Вот такая у нас сегодня компания из высоких профессионалов. Ну и скажу честно, дата, конечно, скажем, праздничную уж точно не назовёшь. Именно по причине большой обеспокоенности всё-таки мирового сообщества, Всемирной организации здравоохранения, этот день выделен для того, чтобы привлечь как можно больше внимания людей к этой страшной болезни, к возможным путям её ранней диагностики и, соответственно, лечения. Для того, чтобы полноценно влиться опять в армию нормальных, полноценных граждан нашей страны, ну и всего остального. Карина Александровна, скажите, вот, наверное, мы с вами уже не первый раз, далеко не первый раз обсуждаем эту тему. И, конечно же, есть определённые изменения, новшества. Но вот ваш взгляд профессионала, рак, это страшно. Но это не приговор сегодня. Безусловно, это не приговор сегодня. Я думаю, что в таком вот широком и объёмном понимании, наверное, Оксана Андреевна, всё-таки как главный внештатный онколог области расскажет, у нас всё-таки некоторые избирательные нозологии, заболевания, органы, которыми мы занимаемся. Но то, что касается того, чем занимаемся мы, то совершенно очевидно, что сегодня рак не приговор. И, честно говоря, меня всегда даже несколько коробит, когда произносится слово страшный. Вот в этом слове страшный диагноз уже заложен исход. Я бы не стала его произносить, это слово, потому что действительно наука движется вперёд, и практики стараются к ней подтягиваться. Не всегда, конечно, и не всё у нас получается, и мы это прекрасно понимаем. Но, тем не менее, определённые успехи в этом смысле и есть. И самое главное, с чего бы я хотела начать и на чём я хотела бы сделать акцент, это ранняя диагностика, это активный призыв к тому, чтобы люди не забывали о том, что есть профилактическая медицина, о том, что нужно регулярно обследовать своё здоровье, исследовать, и самое главное, что у нас есть сейчас инструменты для этой ранней диагностики. Вот я назову несколько цифр всего. Основная смертность, к сожалению, область у нас не в лучших по этим показателям, но, тем не менее, мы стараемся и мы движемся, и есть определённые сдвиги в этом смысле. Оксана Андреевна подтвердит то, о чём я говорю. Но 74% смертности — это в основном три нозологии, три различных системы, которые подвергаются тяжёлым заболеваниям. Это сердечно-сосудистая система на первом месте, патология сердечно-сосудистой системы, это онкологические заболевания, и это дорожно-транспортные происшествия. Вот это три основных кита, на которых, собственно, наша смертность и держится. Но если мы сегодня говорим об онкологических заболеваниях, то порядка 16,5% от этой смертности составляют заболевания, которые могут быть подвергнуты скринингу. И это то, что мы можем делать, и то, где мы можем на ранних стадиях выявлять заболевания. Спасибо. Сейчас у нас есть звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. К вам обращается Собоева Анна Павловна. У меня девятый год после операции, онкология, облученная я. У Надежды Владимировны Жигановой. Вот. У меня большая слабость. Иммунная система 75. РОИ 52. Давление по 200. Там ветки не помогают. Скажите, пожалуйста, почему мне не дают группу? Рак так и ставят, рак. Вы знаете, наверное, сегодня у нас нет специалиста, который бы занимался медико-санитарной экспертизой. Но я, конечно, попрошу прокомментировать Оксану Андреевну. Что вы можете по этому поводу сказать? Судя по всему, речь идет о заболевании молочной железы. В настоящее время, с 1 января 2020 года, изменились условия предоставления, установления группы инвалидности. Но и раньше считалось, что при удалении у женщины молочной железы, а молочная железа не является функциональным органом, не всем устанавливалась группа инвалидности. Только в случае патологии каких-то вооружений. Потому что есть определенные критерии, когда группу можно установить, и когда данных показаний к этому нет. Должны быть функциональные нарушения. Это может быть лимфостаз, то есть отек верхней конечности. Ограничивающие движения. Да, ограничивающие, потому что должно быть нарушение функции для установления группы инвалидности. То есть в данном случае рекомендация все-таки обратиться в медико-санитарную экспертизу, да? Так как пациентка уже давно леченая, судя по всему, то скорее всего, я боюсь ошибиться, могу только предположить, что показаний для установления группы инвалидности может не быть. Но обратиться к специалисту, к своему терапевту, она может. Значит рекомендация обратиться в диспансер, к своему специалисту за получением консультации и для более глубокой проработки вопроса касаемо как раз инвалидности. Но мы все-таки вернемся. Вот скажите, сейчас я уже, наверное, Оксана Андреевна, попрошу вас прокомментировать вопросы ранней диагностики. Понятно, очень здорово. С 2018 года у нас все-таки действует национальный проект здоровья, да? Который ставит одной из своих задач, в том числе и снижение уровня смертности, да? Значительного снижения. Мы понимаем, что цифра уже не более 180 на 100 тысяч человек, да? Вот такие там цифры звучат. Скажите, насколько сегодня областной диспансер готов диагностировать своевременно, в полном объеме? И вот как вы сейчас эту ситуацию оцениваете? Смотрите, что касается заболеваемости, именно вот в рамках национального проекта и региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, успехи в 2019 году были достигнуты. В том числе по заболеваемости выявлено на 91 случай злокачественных новообразований больше по сравнению с 2018 годом. Также отмечается снижение смертности. Мы в прошлом году сохранили 74 жизни по сравнению с 2018 годом. К этим цифрам много это или мало? Это очень много. К этим цифрам, если относиться просто с точки зрения статистики, наверное, это мало. Но если осознавать, что за эти цифры 74 стоят наши с вами родственники, соседи, знакомые, друзья, то это очень много. А сейчас мы уходим на рекламу. Друзья, оставайтесь с нами. Итак, мы снова в студии. Пожалуйста, Александр Иванович, продолжите. Что касается наших успехов, к сожалению, не так много пациентов с первыми и вторыми стадиями. А именно этой категории больных мы можем предложить весь спектр нашего лечения. Это хирургический компонент, это химиотерапия, лучевая терапия. Да, в 2019 году увеличилось количество пациентов, пришедших с третьей и четвертой стадии. Но при всем при этом, те средства, которые выделены сейчас и на материально-техническую базу, и на лекарственное лечение, это привело к снижению одногодичной летальности. Это еще один очень важный целевой показатель именно онкологической службы. Одногодичная летальность снизилась почти на 1%. И увеличилось количество больных, состоявших на учете 5 лет и более. Это тоже очень большое достижение. — Скажите, а вот сейчас такие, не знаю, как их уже распиарили, беспрецедентные меры поддержки, значит, механизм поддерживаем уже Государственной Думой примирование врачей на ранних стадиях, обнаруживших онкозаболевание. Как этот инструмент оцениваете вы результативный? Ну, понятно, что панацеей, конечно, он не станет, но является ли он сегодня подспорьем результативным в ранней диагностике? — Я считаю, это довольно такой скользкий вопрос. — Сложно пока, наверное, сегодня не оценили еще. — Оценить мы еще с этим не столкнулись. Как будут развиваться события, посмотрим. — То есть нужно, наверное, чтобы были хорошо проработаны механизмы, да? — Конечно. — Может быть, на этом уровне еще пробуксовка, потому что это еще новая мера такой поддержки, да? — Потом наши пациенты все-таки не так часто ходят к врачам. Нет информированности. — А если не секрет, вообще о какой сумме вообще так ведется речь о поддержке? — Это 500 до 1000 рублей. — 500 до 1000 рублей. — Но опять же, в онкологической службе сложно примировать какого-то отдельного врача. На первом этапе это диагностика. Это мы кому будем давать? УЗИ-диагносту или эндоскописту? Или цитологу-патоморфологу? Или онкологу-хирургу, химиотерапевту-радиологу? — Или разделить на всех, и получится ни о чем. — Да, значит, нужно дорабатывать, наверное, эти механизмы. Как идея, наверное, это действительно хорошая, и надеемся, что ее усовершенствует законодатель для того, чтобы она была более результативна в обозначенных целях. — В продолжении темы, если позволите, Сергей Николаевич, я бы хотела сказать о том, что Оксана Андреевна говорит про врачей УЗИ, рентгендиагностов, патоморфологов. Но мне кажется очень важным в этом врачи первичного звена, первичной медико-санитарной помощи, врачи, которые работают в офисах врачей общей практики, на первичном приеме. Это врачи всех специальностей, которые в силу своей подготовленности должны проявить онконастороженность. Учитывая, что заболеваемость раком растет, она растет не в Тверской области, она растет не в России, она растет во всем мире. И об этом громко говорит Всемирная организация здравоохранения, что к 2030 году будет около 70% рост онкологических заболеваний. Конечно, это проблема не только медиков, я думаю, что в этой аудитории об этом говорить не стоит. Все прекрасно понимают, что есть масса факторов, которые этому способствуют. Но, тем не менее, вот эта первая граница, которую переступает пациент, врачи первичного звена, должны быть онконастороженности. Да, конечно, спасибо. Сейчас нам сигнализирует у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему у нас в клинике женского здоровья сделали частную клинику? Чтобы попасть на прием к доктору, не попадешь к любому, к гинекологу, мамологу. Ну, плати деньги, ты попадешь сегодня же. И так же на УЗИ. Плати 950 рублей. И прямо сейчас пойдешь, ты сделаешь. Спасибо, вопрос понятен. Да, спасибо. Вопрос понятен. У меня, конечно, есть другая информация. Ну, Карина Александровна, как вы это прокомментируете? Если вы хотите этой пациентке, глядя прямо в глаза, это неправда, потому что за этот год мы посмотрели 35,5 тысяч женщин бесплатно. Наши доктора, как и многие доктора в разных клиниках, имеют возможность совмещать в свое свободное время, в том числе в частных клиниках. Для того, чтобы они не уходили в частные клиники, для того, чтобы могли оказывать помощь в структуре своего учреждения. Да, у них есть совместительство, и они в свое свободное основное время оказывают платные услуги. Это их право, и мое право, как руководителя учреждения, дать им такую возможность. Да, предоставить такую возможность. Но свое рабочее время они отрабатывают полностью. И если вы откроете книгу предложений в нашем отделении, то вы увидите массу, огромное количество записей о том, что пациенты пришли, и они получили эту помощь бесплатно. Другое дело, что одной клинике женского здоровья, которая, кстати сказать, родилась неоткуда, и аналогов этой клиники в России практически нет. Это может быть только в Москве, по гранту правительства Москвы, организуются вот такие клиники, которые занимаются репродуктивным здоровьем. То есть это не может всех желающих консервироваться клинику? Это такого, если вы посмотрите на мемклатуру учреждений, вообще, которая утверждена Минздравом, такого отделения нет. Мы его фактически придумали. И за 8 лет определенный авторитет у этой клиники сложился, и все пациенты и города, и районов области стремятся туда попасть. Это действительно проблема, я ее понимаю. Но мы уже расширили, вот в рамках существующих наших площадей, мы ее расширили, она начиналась с четверти этажа, сейчас она занимает весь этаж. Вот только что, буквально в январе, мы получили 9, наши доктора получили 9 сертификатов онкологических, мы получили 9 специалистов-онкологов для того, чтобы расширить эти приемы. То есть мы со своей стороны делаем все возможное. Конечно, наверное, эта клиника должна была бы быть значительно больше, учитывая заболеваемость, но в тех условиях, в которых мы работаем, такой возможности нет. К сожалению, такой возможности нет. Насколько я знаю, вы, если так можно назвать, стали мамой этого проекта, по большому счету, и сегодня уж что там греха таить. К вам пытаются попасть люди даже из Москвы, в связи с чем, чтобы дать им такую возможность, вам и пришлось сделать какие-то определенные платные услуги, потому что в первую очередь вы нацелены были для оказания помощи именно нашим землякам. Но, к великому сожалению, возможности клиники женского здоровья, они действительно, к огромному сожалению, они весьма ограничены. Вот давайте мы исходить из этого, а вот насколько я все-таки помню, и мы к этому вопросу не раз подходили, Ну, в общем-то, только слова благодарности нам приходилось слышать от пациентов, которые даже проходили там записаться. Но у нас в области порядка, наверное, 700-800 тысяч женщин, и если они, когда возникает очередь, и я подхожу к очереди, говорю, что вы можете обратиться в свою женскую консультацию. А мы не хотим, мы хотим сюда. Ну вот, насколько можем, мы работаем с 8 утра до 8 вечера. У нас заняты все кабинеты, поэтому, но не дать врачу возможность в свое свободное время оказать еще какую-то услугу платно, я не имею права. Иначе он уйдет в частную клинику, и я потеряю доктора. Да, у нас пострадает взаимосвязь с онкодиспансерами, потому что мы работаем очень тесно. Здесь мы, наверное, должны отметить, что вот, скажем, вопрос, на который все-таки ответ прозвучал, он говорит о беспокойстве и заинтересованности, но он, знаете, не отражает, наверное, истинную картину, потому что действительно на сегодняшний день это находит массу подтверждений. Клиника женского здоровья – это одно из вот таких лучших медицинских учреждений, где в полном объеме, на высоком уровне находящиеся там пациенты получают уровень медицинской помощи. Более того, у нас абсолютно прямая взаимосвязь с онкодиспансером, и вот то, чего нам удалось добиться с назначением Оксаны Андреевны на должность главного врача – это зеленый коридор. Это вообще дорогого стоит, то есть пациенту, у которого есть заболевание, мы его подтверждаем в своем отделении, уже с обследованного пациента отправляем, и он не ждет, он проходит по зеленому коридору. Это то, чего мы не могли добиться много лет. Сейчас это в руки карты пациенту, который вот по прямой дороге… Сейчас у вас взаимодействие уже на достаточно высоком уровне. Но вот в то же время нужно сказать, что этот звонок сигнализирует о том, что есть проблема, и действительно нужно думать, как в рамках региона действительно может быть сделать больше каких-то возможностей. Не зря именно на базе клиники имени Аваева создается первый ЦАОП в 2020 году, то есть Центр амбулаторно-онкологической помощи. То есть вот уже шаги, которые, скажем, идут для того, чтобы увеличить возможности пациентов обращаться туда, куда они хотят. Естественно, там, где лучше, туда и больший поток людей, конечно же, обращается. Но там уже будет речь идти не только о репродуктивных органах, то, что мы делаем сейчас, и поэтому это называется клиникой женского здоровья. А Центр амбулаторно-онкологической помощи будет нацелен на раннее выявление всех форм онкологических заболеваний. Сейчас уже идет ремонт помещений, где это будет находиться. Сейчас уже идет обсуждение и подготовка к закупке оборудования, которое там будет. И это, конечно, совершенно другая, уже более масштабная работа. И тот же зеленый коридор, он и будет существовать и при работе ЦАОП. Елена Андреевна, вот скажите, вот все-таки направление вашей деятельности, оно вот, я сужу, вытекает из самой должности заведующего центра медицинской профилактики. Нет, в первую очередь медицинской профилактики. Ну да, конечно. Ну, как мы с вами уже сегодня услышали, то вот сердечно-сосудистые заболевания, они стоят все-таки во главе угла, да. Ну и вот онкология уже, что называется, дышит им в затылок. И это вот, ну, может быть, я бы их назвал даже не китами, а бичами, да, вот такое нашего времени, которые действительно косят наших с вами сограждан, вот эти болячки. Скажите, то, что касаемо профилактических мер, как у вас обстоит дело, и какие цифры вы нам могли бы в этой связи озвучить? Ну, здесь действительно кардиологический диспансер прозвучал, хотя центр медицинской профилактики, ну, мы, несмотря на юридическую принадлежность кардиодиспансера, мы себя все-таки пытаемся позиционировать как самостоятельное учреждение. Которая занимается, да, профилактикой и, скажем, мотивацией формированием здорового образа жизни в более широком масштабе. Но хорошая новость заключается в том, что здесь действительно связь существует, и она вовсе не придумана, потому что, как мы говорим, факторы риска у сердечно-сосудистых заболеваний и у онкологических заболеваний, они одинаковы. Хорошая новость, почему хорошая? Потому что нам проще, медикам и к ним примкнувшим, как мы говорим, воздействуя на один фактор, мы убиваем сразу несколько зайцев. Вот в этом, собственно, и заключается хорошая новость. Мы говорим о том, что онкологические заболевания, в общем-то, не имеют причины. Есть некоторые онкологические локализации, которые связаны с инфекционным процессом, либо еще, но в основном это многофакторные заболевания, которые действительно имеют несколько факторов, которые повышают вероятность, риск развития онкологии. Но я думаю, что настало время, конечно, назвать эти факторы, тем более, что некоторые прозвучают, может быть, несколько неожиданно для наших слушателей. Ну, первая неожиданность, это все-таки, конечно, мы должны поставить на первое место это курение, а неожиданность заключается в том, что даже врачи, а уж и наше население, вот эту ассоциацию, вот эту вероятность увязывают прежде всего с раком верхних дыхательных путей, ну и нижних, и легких. На настоящий день доказано, что практически, вот если мы возьмем хорошую литературу, не научно-популярную, а такую серьезную литературу, которая базируется именно на результатах исследований, говорят, что практически все раки, то есть более 30 локализаций рака, они так или иначе в той или иной степени, безусловно. Но это все дается определенной цифры, от 2 до 8, связанной с табакокурением. Ну и еще, наверное, нужно назвать все-таки 2-3 фактора риска, которые прозвучат вот несколько неожиданно. Это ожирение, и поэтому, если раньше мы говорили, что ожирение это, а, некрасиво, б, это сахарный диабет, то теперь мы вот совершенно вот оправданно, не лукаве нисколько, как здесь уже говорилось, честно заглядывая в глаза, мы можем говорить женщинам и мужчинам, что все-таки следите за своим индексом массы тела, и у вас риск развития онкологии будет меньше. Опять же, каких локализаций исследования проходили хорошие для рака молочной железы, для рака кишечника, то есть вот опять же те локализации мочевого пузыря, те локализации, которые не связаны с инфекцией, то есть это вирусы, это вирус там папилломы и так далее, а вот именно которые имеют такую полифакторную этиологию, то есть ожирение каким-то образом завязано вот на эти обменные процессы. Алкоголь. Опять же, сейчас, если начинаешь читать исследования по влиянию алкоголя на здоровье, ни одно современное хорошее исследование не обходится без упоминания в онкологии, то есть алкоголь влияет на то, на то, на то и на вероятность возникновения онкологических заболеваний. Ну и опять же, недостаточная физическая активность, рак кишечника, рак молочной железы тоже завязаны, как мы говорим, на этот фактор риска. Таким образом, мы, в общем-то, пришли к тому, что то сердечно-сосудистые, что если мы с детства, если мы где-то вот в семье, потому что все равно все начинается оттуда, будем прививать, прививать вот эту культуру и говорить, что таким образом вы себе продлеваете жизнь, снижаете вероятность лечения, химиотерапии и всеми остальными вот эти вот заболевания, то мы с вами делаем все правильно и работаем в нужном направлении. Ну, наверное, есть и другие факторы, влияющие, согласитесь, друзья, ведь чем мы дышим, что едим, это тоже оказывает определенное воздействие. Вот сегодня обсуждается тема воздействия пальмового масла, может быть, оно тоже каким-то образом не полезно, техническое пальмовое масло, которое в больших объемах сегодня начало возиться в Российскую Федерацию. Здесь, понимаете, Сергей Николаевич, безусловно, вы упомянули массу еще других канцерогенов, здесь как бы два момента. Первый момент это, что мы можем изменить в своей жизни, а что нет, мы с вами не можем уехать в лес и там дышать с утра до вечера чистым воздухом. И, в общем-то, тоже, наверное, пальмовое масло, при том, что я его ненавижу, и прежде чем что-то положить в свой рот, я там посмотрю и подумаю, сколько там пальмового масла, я понимаю, что я его не исключу из своего рациона. А вот больше ходить, бросить, курить, и вот эти факторы мы можем. Поэтому здесь вот наша профилактика сейчас, она указывает непосредственно такие конкретные меры, которые мы можем поменять. И вместо того, чтобы говорить очень широко, да, наше здоровье зависит от этого, от этого, от этого, от этого, но такой немножко популистский подход. Здесь мы говорим четко четыре фактора риска, мы на них работаем, вот, и они доказаны, ну, абсолютно истинной у нас нет, да, и все равно еще через, я всегда говорю, через 10 лет у нас может поменяться все, и мы что-то добавим, что-то исключим. Но на сегодняшний момент все-таки это наиболее доказанные международным научным сообществом факторы риска, поэтому мы вот о них и говорим. Ну что ж, вот это еще раз подтверждает, что называется, что от того, как мы будем относиться к себе, ведь, чего там говорить, от этого будет зависеть и наше состояние здоровья. Говоря так уж по справедливости, даже то, что возникают зачастую рукотворные свалки, мы с вами прекрасно знаем, что вот даже у нас в Калининском районе, да, вот стоит посмотреть рядом с такими большими садоводческими товариществами, где люди, не задумываясь, да, начинают потихонечку один пакет, другой, третий, пятый, вот эти свалки и мусорные полигоны, которые из них потом вырастают, это ведь тоже причина, да, одна из причин, которая может влиять. Факторов, да. Результат следующий, наверное, все-таки должен быть, мы должны начать делать выводы, начать делать выводы, и многое зависит действительно от нас. А своевременно проверяться, а такие возможности, насколько я понимаю, сегодня есть. Да, то, что сказала Елена Андреевна, оно неоспоримо совершенно и действительно очень важно для слушателей, для, здесь медики собрались, а для слушателей, для жителей области, очень важно вот то, на что вы обратили. Когда начинается, что называется, вот такой, может быть, возраст риска, или какую категорию нужно, может быть, в большей степени обслуживать. От рождения, я бы сказала. А вот... Весь образ жизни. То есть сейчас помолоделы рак уже тоже, да? Есть же, конечно, и дети болеют, и молодежь болеет, но вот, например, то, что касается молодежи, если на это делать акцент, то сейчас в рамках диспансеризации введено исследование, цитологический скрининг на рак шейки матки с 18 лет. Это не просто так, именно потому, что статистика говорит о том, что... И это, кстати, вирусная этиология заболевания, то есть вот Елена Андреевна говорила о таких бытовых факторах, которые влияют на развитие заболевания, но есть еще и другая история, что называется. Это вот вирус папиллома человека, который является практически, вот как признает Всемирная организация здравоохранения, в 99% причиной развития рака шейки матки, рака вульвы, рака полового члена, рака яичка и даже рака гортани. То есть вот в этом смысле все опухоли головы шеи, да, они все так или иначе, они вот связаны с вирусом папиллома человека. Сейчас, слава богу, у нас в руках есть инструмент диагностический, и в рамках диспансеризации есть статологический скрининг, и надо сказать, надо отдать должное нашему руководству и фонду обязательного медицинского страхования, и Министерство здравоохранения, несмотря на то, что это довольно серьезные затраты для нашего фонда. Но, тем не менее, вот в этом году был приказ подписан о полном цитологическом скрининге в рамках лаборатории последними, что называется, самыми современными методами исследования. И самое главное в этой истории, это что мы выявляем не только раки, а мы выявляем дисплазии, которые предраки, которые можно пролечить, и которые лечению не даст возможности развиваться раку. Ранее выявленная онкология, это, наверное, вот как я видел цифры, 99% возможности вернуться к раку. Конечно, конечно. Тогда мы можем вести речь на радикальном лечении. Да. И вот 26 тысяч исследований было проведено, 526 женщин, у которых выявлена дисплазия на ранних стадиях. Это помимо раков, я говорю только о дисплазиях, раков тоже там достаточно много. Но сейчас они у нас под контролем, и ведется мониторинг каждой женщины. Вот это очень важный момент, когда каждая женщина, независимо от того, живет она в городе Твери или живет она в отдаленном районе области, она под контролем все шаги, которые она проходит в рамках порядков оказания помощи. Мы их мониторируем, мы их видим, мы знаем, где на каком этапе она остановилась, и дальше мы уже ее сами активно на себя приглашаем. Я знаю, что ваша лаборатория позволяет делать очень качественные, высокопрофессиональные анализы. Я думаю, что сегодняшняя возможность при наличии такого действительно очень высококачественного оборудования, она должна быть использована. Единственное, что хотелось бы, конечно же, напомнить, друзья, проходить вот эту диспансеризацию, она там ежегодно или какие-то другие периоды, она является возможностью, а не обязанностью. Поэтому, естественно, никто насильно, никто никого не может привлечь для того, чтобы провести эти исследования. Поэтому это еще одно напоминание. Давайте мы будем все-таки использовать эту возможность, думая о себе. Вот в первую очередь для себя самих подумаем. Хотим мы все-таки подвергаться меньшим рискам, если уж так случилось, что такое вот заболевание возникло, то уж лучше его обнаружить на ранних этапах, тем более, что оно происходит, в общем-то, протекает бессимптомно на этих ранних стадиях, насколько я понимаю. Можно я еще чуть-чуть, да, коротко. Действительно, сейчас есть хорошая очень возможность для населения, здорового населения, прийти в первичное звено здравоохранения, потому что вся профилактика рака начинается там, не в онкодиспансерии. Вот любой слушатель, хотелось бы, чтобы сегодня, который нас смотрит и видит, на вопрос, кто отвечает за то, чтобы я не умер от рака, так скажем, это я сам в первую очередь, а второе — это доктор в поликлинике, фельдшер в каком-нибудь фельдшерско-акушерском пункте. И вот эта диспансеризация, профилактический осмотр, она действительно заточена на онкоскрининг сейчас. То есть мы работаем со своими специалистами первичного звена, что прежде всего пришедшему на диспансеризацию или профосмотр, после 40 лет диспансеризация сейчас проходит ежегодно, прежде всего обратите внимание на онкорозенте пациента, посмотрите его кожные покровы, пропальпируйте щитовидную железу, ну и дальше по списку обязательно направьте к гинекологу, обязательно направьте на лабораторную диагностику мужчин в определенном возрасте, на маммографию. То есть вот эти все обследования онкокрининга, мы особенно их отслеживаем, особенно мониторируем. Диспансеризацию сейчас проходит с освобождением от работы. Диспансеризация сейчас проходит до вечера, до 6-7 часов. Поликлиники в основном работают по субботам. То есть мы всячески говорим, что уделите себе любимому день в году, посвятите его здоровью. Елена Андреевна, к великому сожалению, мы не можем не отметить, что сегодня действительно разные формы собственности, разные руководители и владельцы предприятий. И случаются еще такие моменты, когда работодатели, может быть, не совсем охотно относятся. Потому что я слышал жалобы, что я бы пошел, но меня не отпустят с работы. Это никак. Поэтому вот здесь, наверное, вот эту возможность нужно еще и подкрепить осознанием, что это в рамках правового поля, значит, необходимая и уже предусмотренная определенным образом законодателем мера, которая является обязательной, наверное, для того, если человек желает своего, ну, скажем, доброго здоровья. И еще раз напомню, вот девиз, под которым как раз проходят вот эти дни с 19 по 21 годы, я есть и я буду. Вот здесь вот, да, я. То есть, если я заинтересован в том, чтобы я был здоров, наверное, я должен тогда использовать весь арсенал средств, которые сегодня возможны. А может быть, даже и больше того. Ну, на самом деле, это не только мы, россияне, так относимся невнимательно к своему здоровью. Я знаю, что в европейских странах принято законодательно, что если человек не прошел вовремя диспансеризацию, у него выявлено онкологическое заболевание, то он лечится за собственные деньги. В отличие от того, кто прошел эти методы исследования и ему там не нашли, не подтвердили, тогда его лечат за счет средств страховых. А у нас вот так. Но надо сказать, что здесь есть еще один момент в поддержку того, что говорит Елена Андреевна, что мы разработали, мы выиграли президентский грант, общественная организация выиграла президентский грант именно по онконостороженности. И в рамках этого гранта мы издали методические рекомендации для врачей первичного звена. И вот вместе с онкодиспансером, начиная вот с 27 февраля, у нас запланирован целый цикл семинаров и мастер-классов в районах именно для врачей первичного звена в плане онконостороженности. Спасибо. А у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Какая профилактика рака яичников является эффективной? Спасибо. Вопрос такой достаточно. У нас все равно каждый пациент – это комбинация и уникальных геномных каких-то характеристик, и образа жизни, и диеты, и профессии. Это все вместе при своем взаимодействии будет оказывать влияние и на заболеваемость, и на прогрессирование заболевания, и даже на эффективность лечения. То есть таких универсальных подходов, которые могли бы быть для всех полезны, сложно пока выработать, да? Такое существует. Золотой таблетки не изобретут. То есть нужно учесть целую массу факторов для того, чтобы определить, что конкретному человеку в конкретной ситуации будет полезно. Мы сегодня назвали здесь много достаточно факторов, но я думаю, что если мы встретимся здесь через десяток лет, то этих факторов будет значительно больше, потому что наука не стоит на месте, она продолжает исследования. Анкология развивается семимильными шагами. И все больше именно мы приходим к персонализированной терапии. Вы знаете, ну кто-то ведь и говорит, что вот то, что констатировали большее количество заболеваний, это связано с тем, что улучшилась диагностика. Диагностика, так и есть. Ну вот есть такое, да, вот мнение? Да, и есть, и это тоже имеет место, конечно. На мой взгляд, очень важно то, что мы сегодня в том числе с вами делаем, наверное, широкое информирование и обсуждение каких-то возможностей человеческих, которые сегодня нам предоставляет государство, во-первых, в качестве того, что мы можем пройти обследование, вот эти вот профосмотры и все остальное. То есть вот это все должно быть, весь этот арсенал использован в полном объеме, ну а я не могу не вспомнить, вот в этой связи, все-таки буквально еще меньше месяца назад ушел из жизни Андрей Павленко в 41 год, это совсем рано, вот, но это, конечно, один из ведущих онкологов страны, работал он в клинике высоких технологий имени Пирогова, и я думаю, что он внес весьма существенную лепту, будучи сам вот все-таки больным человеком уже, он все-таки продолжал работать и продолжал информировать, став вот таким блогером о своем состоянии, о каких-то путях решения этой проблематики. То есть вот хотелось бы все-таки вспомнить вот в этот день такого человека. Ну, кстати, вот в своем последнем обращении, которое уже посмертно было опубликовано в сетях, он сказал, мне просто не повезло. Даже с таким диагнозом и с такой стадией заболевания, как у меня, есть шанс выжить. Мне просто не повезло. Поэтому и это тоже надо иметь в виду. То есть важно сохранять оптимизм и такой здравый смысл в своем поведении. Ну, вот смотрите, даже лет 10 назад мы не могли говорить о том, что наши пациенты с четвертой стадии колоректального рака с метастазами в печень могут прожить 5 лет. Сейчас у специалистов это не вызывает такого удивления, бурных эмоций. Это действительно так. И даже с четвертой стадии заболевания мы пациенту можем, помимо лекарственного лечения, предложить и хирургическое вмешательство. То есть пациент может получить не только один вид лечения, как вот даже лет, не 10, лет 7 назад. Мы вели речь при четвертой стадии только о химиотерапии. Сейчас, к счастью, это не так. А лет 15 назад мы про вирус попелом и человека вообще ничего не знали. А сегодня он занимает такой большой. То есть науку развивается, заметьте. И все-таки и заболевание прогрессирует. А сейчас человечество вообще так застыло в ступоре в связи с распространением коронавируса. Там, конечно, беспрецедентные возможности Китайской Народной Республики, когда они за 10 дней построили современную огромную больницу. Но пока у нас, скажем, нам далеко. Ну, что она была построена. Да, она была на самом деле. Она была построена. Ее просто за 3 дня оборудовали. Конечно, за 3 дня привели ее в порядок и запустили. Это даже при их способностях это нереально. А в онкологии это реально. Успехи таргетные терапии это реально. Хорошо. Я вот как раз в этой связи хотел уточнить. Оксана Андреевна, вот сегодняшний звонок тому примерным, что обеспокоенность в обществе существует. Насколько велики возможности вашего лечебного заведения принять, осмотреть своевременно, ну и оказать помощь нуждающимся? Ну, вот смотрите, в рамках региональной программы, да, были увеличены объемы, которые выделялись на онкологический диспансер. И по сравнению с 2018 годом, случаев больничного обслуживания в прошлом году в круглосуточном стационаре было выше на 1362. В дневном стационаре фактически 3,5 тысячи. То есть по сравнению вот с 2017, с 2018 годом больных пролечилось в 2,5 раза больше. Это очень много. Плюс обновление материально-технической базы, обновление парка оборудования. Операции высокотехнологичных мы провели на 165 больше в 2019 году. То есть те операции, которые наши больные получали только в федеральных центрах. То есть высокотехнологичные операции сегодня проводятся уже в рамках вашего лечебного заведения? Конечно, да. То есть вы в программе высокотехнологичной помощи, да? Да, около 700 в год. То есть это достаточно высокие показатели? Очень высокие. Я знаю, что и оборудование у вас достаточно такое мощное, современное. В 2019 году мы получили 67 единиц оборудования. Это и микроскопы интероперационные, ультразвуковые аппараты, эндоскопические стойки, фотодинамические аппараты. То есть обновление парка оборудования произошло. Плюс мы запустили, и это наша гордость, малоинвазивную операционную. Благодаря средствам фонда ОМС мы закупили рентген-хирургический стол. И теперь мы можем выполнять и дренирование желчных путей. То, что делали только в федеральных центрах, больные эти были брошены, скажем откровенно, в нашей области. Мы выполняем и химиэмболизацию, то есть когда с помощью микросферы лекарственный препарат, цитостатик, через сосуд, питающий опухоль, доставляется непосредственно в опухолевую клетку. То есть это не системное лечение химиотерапии, а точечное, локальное. — А есть ли у вас сегодня возможности, потому что я знаю, что совсем недавно не было возможности при раке молочной железы устанавливать импланты? — Да, конечно. Мы уже в прошлом году провели порядка, боюсь ошибиться в цифрах, но порядка, наверное, около 100 реконструктивных операций. — Я помню, на каком-то этапе для женщин это была страшная трагедия. — Да, а в 2020 году мы будем выполнять эти операции, которые делают уже в федеральных центрах. И с использованием микрохирургических методик. — Прогресса действительно очень большая. — Но в целом за 2019 год было проведено на 492 операции больше. Это связано в том числе и с лекарственной терапией. Что даже с четвертой стадии заболевания при определенно правильных выбранных схемах есть положительный эффект, и больного мы отдаем в руки хирургу-онкологу. — Хорошо. Дорогие друзья, подскажите мне, пожалуйста, какой алгоритм действия, если человек усомнился, есть ли у меня что-то там не так. Понятно. Один из механизмов — это его осмотр в рамках диспансеризации. Но если вот эти сроки или само это мероприятие пропущено, а у него появились какие-то сомнения, у него или у нее, конкретный человек, что ему надо сделать? Может быть, вы объясните пошагово? — Пошагово для начала, если речь идет о каких-то центральных районных больницах, межрайонных центрах, там, где есть определенный набор специалистов, то он идет, соответственно, тем жалобам, которые у него появились. Какой орган у него болит, что его беспокоит, он идет по направлению специалистов. Если это небольшие центральные районные больницы или какие-то... — Ну, в ФАПах же такую консультацию не дадут. — А вот для этого и есть вот эти самые методические рекомендации по онконастороженности, чтобы врач или фельдшер, фельдшерско-акушерского пункта или врач офиса общей практики, чтобы он мог посмотреть, что при таких жалобах и где он может сделать. — Какой минимум обследования нужно провести. — Для того, чтобы идти на следующую ступень, на следующий этап. Потому что онкодиспансер — это уже последнее звено, что называется. А вот этот путь пройти от офиса врача общей практики через межрайонный центр, где есть возможность какое-то обследование провести, и дальше уже идти в онкодиспансер с результатами обследования, с полноценным диагнозом, установленным и подтвержденным. Если речь о репродуктивном здоровье, то они так или иначе проходят через наше учреждение. А будет САОП, значит, они могут из первичного звена прямо приезжать в Центр амбулаторной онкологической помощи, там получить окончательный диагноз и идти туда. Потому что скрининг и диагностика на сегодня просто не под силу онкодиспансеру, слишком много больных, которым нужно лечить. Это не входит в задачу онкодиспансера. Это как гарант оказания специализированности. То есть сама функция диспансера, они же в 20-х годах, 24-25-е годы, сама функция диспансеров, она поменялась. То есть тогда они должны были и диагностировать, и наблюдать, и все. Сегодня вообще структура здравоохранения поменялась, и поэтому вот такая последовательность должна быть. Хорошо, мы сейчас еще раз прервемся на рекламу. Итак, друзья, напоминаю, завтра, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Время нашей программы неминуемо подходит к концу, и вот в завершении я хотел бы предложить нашим участникам высказаться и обратиться к нашей зрительской аудитории. Карина Александровна, начнем с вас. Что бы вы хотели сказать? Я бы хотела сказать, что нужно в ситуации борьбы с заболеваниями раком, нам нужно объединение. У меня есть такой лозунг, с которым мы идем по жизни. Вместе мы сильнее. И это касается не только медицинского сообщества, это касается и пациентов, которые должны, наконец, поверить, что мы для них, и идти для ранней диагностики, собственно, того, о чем мы сегодня всю эту передачу говорили. Вместе мы сильнее. Чтобы наши с вами вот эти обращения не оставались разговорами, нужно, чтобы каждый это пропустил через себя, услышал и сделал выводы. Ну вот, Александра Ивановна, прошу вас. Ну, я еще раз хочу просто напомнить, как представитель специализированной медицинской помощи, что рак на сегодня – это не приговор. У нас есть большие возможности для лечения. Это и хирургия, это лекарственная терапия, и, дай бог, у нас появится и линейный ускоритель. То есть качество оказания медицинской помощи мы увеличиваем. И не надо бояться идти к врачу. Не нужно приходить на поздних стадиях. Мы предложим радикальное лечение на первых и вторых стадиях. Все на диспансеризацию, что называется. Но рак – не приговор. Да, это неизлечимо на запущенных стадиях. Мы можем дать не такие большие выигрыши выживаемости. Но не стоит до этого доводить. Поэтому вот, Елена Андреевна, ну и вы. Закончим, да. Я с удовольствием продолжу оптимистичные очень темы, которые подняли Карина Александровна и Оксана Андреевна. Во-первых, начну со слова «вместе». Безусловно, вместе. И вот этот оптимизм, который заключается в развитии, в таком бурном развитии онкологической помощи. Поэтому ключевыми, наверное, словами в моем выступлении – это будут тандем. Тандем пациента или даже еще, начиная раньше, здорового человека и медика. Ключевое слово будет «начни с себя, с любви к себе, полюби себя, послушай себя с утра, обрати внимание на какие-то, может быть, новые, необычные признаки в своем самочувствии». И обратись к врачу. Возможности для этого сейчас в медицине есть. И в специализированной помощи, и в первичном звене здравоохранения. Но, безусловно, если человек сам не будет активен в решении своих проблем, связанных с его здоровьем, одной медициной, мы не справимся. Ну и, коль уж, если я последняя, то, наверное, желаем здоровья всем, любви, хорошей весны. И встретим весну здоровыми. Это тоже один из лосунгов, которые мы будем завтра предлагать нашему населению. И с верой в жизни. У нас с вами зима вообще в этом году весенняя. Итак, друзья, рак не приговор. Ну, а на Бога надейся, а сам не плашай. Мы от всей души желаем вам быть здоровыми. Но не забывать, что многое в ваших силах. Итак, это была программа «Тема дня». Всего вам доброго и до новых встреч.